Что ты скажешь? Ну, что сказать, гераницей ключ переломлен пополам. И дедушка Путин совсем усоп. Скоро, наверное, превратится в липовый мёд. Всё отлично. В Легионе Свободы России заявили, что двигаются дальше. Операция не завершена. Так что же это означает, эта атака на Белгород? И можно ли говорить о том, что война уже основательно перешла на территорию России? Обсудим эту тему с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, доброе утро, слушатель в студию. Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Вам понятно, что же происходит в Белгороде сейчас? То есть, это действительно русский добровольческий корпус действует? И что это вообще такое, мы до сих пор до конца всё-таки не понимаем. Украина не берёт на себя ответственность. Говорит, что это только граждане России восстают там. Вы понимаете, что происходит? Ну, я вообще редко понимаю, что происходит в современном мире. Если честно сказать. Но мне кажется, что очевидно, что война переходит в такую новую фазу, символически виртуально. Это мы победили. Нет, позвольте, это мы победили. Это вы обделались в Бахмуте. Нет, это вы обделались в Брянской области. И это очень плохо, потому что этот процесс может продолжаться бесконечно до тех пор, пока у людей есть языки, и в доме стоят какие-то информационные машинки, типа телевизора или типа чего-нибудь связанного с интернетом. Эта война может быть бесконечна, потому что она зависит от веры. Кто-то верит в то, что жизнь устроена так, кто-то верит в то, что жизнь устроена и так. В нормальных условиях такие люди реставляют между собой отношения и находят какой-то общий выход с помощью демократических процедур, типа выборов. А в ненормальных условиях они сводят с собой счеты на поле боя. Так что война вроде виртуальная, а люди погибают совершенно живые. Что касается позиции Украины, она прозрачная и предсказуемая. Это не мы, это, ну, как, собственно говоря, и Россия говорила в свое время. И все из военторга. Мы-то здесь при чем? Ну, хотя, в общем, совершенно понятно, что зайти с территории одной страны на другую важно ведь, или можно, не только прорвав пограничные службы того государства, но и согласовав свою акцию с пограничными службами этого государства. Попробуйте, там, на бронетранспортере или на танке переехать из российской территории, там, скажем, купив этот танк в военторге, в любую другую современную страну. У вас, прежде всего, свои пограничники не пустят. Значит, украинцы, естественно, пропустили. Более того, снабдили этих гуртменных техникой и так далее. И это символическая акция, потому что в военном смысле значение ноль. Вот этот выступ, Гра-Ироновский район, в таком тактическом плане не имеет вообще никакого значения. Я мог бы себе понять, представить, такой наглый, смелый, решительный прорыв через российскую территорию, например, в тыл российским войскам, располагающимся на территории ЛНР. Ну, куда-нибудь там, в тыл, на криминальной вот этих вот территорий. Тогда это имеет такой стратегический... То есть это информационная, Дмитрий, атака, о которой говорил сам губернатор Гладков. Информационная атака. Ну, не только, потому что, в общем-то, я думаю, что пока эти загадочные люди находятся там, где-то они организуют, например, скронное оружие. Вряд ли они теряют время просто так, с тем, чтобы потом другие люди, которые находятся в спящем состоянии агента, могли туда приехать, выкопать, скажем, пару-тройку стингеров. Также их через границу трудно перебросить. И потом на каком-нибудь параде использовать по назначению. Можно себе такое представить? Можно. Но, конечно, самый главный смысл вот этой самой символической информационной войны. Ну, во-первых, люди с ужасом понимают, что граница-то не на замке. Точнее говоря, они-то на замке. А вот с внешней стороны граница почему-то работает поразительно легко. То ли за деньги пересекают, то ли просто любой бронетранспортер ее легко сокрушает. Это первое. Второе, что защита русских... Путин начинал всю эту бодягу ради защиты русских людей. Ну, вот он, значит, получает защиту русских людей от русскими. Кстати, украинцы в этом смысле очень грамотно построили операцию. Русскими гражданами. А они, те говорят, что это гражданская война. И поди поспорь. Причем это дальше, которые там большой радости и большой симпатии не вызывают. Тоже прямо скажем. Но украинцы дистанцируются примерно так же, как в 2014-2015 году сам Путин, глядя честными глазами в телевизор, дистанцировался от тех самых войск, которые участвовали в окружениях украинских соединений везде. В Дебальцево и так далее. Так что логика простая. Не надо кидаться камнями в соседей, если ты живешь в стеклянном доме. Просто Путин тут думал, что он живет в бронированном доме, в бункере. А оказалось, нет. Оказалось, вот так вот все. Ну, слушайте, Дмитрий, довольно легко экстраполировать свою жизнь на жизнь россиян. Потому что, мне кажется, Владимир Путин думает, что он и есть Россия. Подскажите, пожалуйста, Дмитрий, а что мы знаем вот об этих двух объединениях, если можно так выразиться? Русский добровольческий корпус и свобода России. Как давно они существуют и как образовались? И вообще, насколько они, можно говорить об их влиянии, да? Потому что они довольно уверенно вчера вот эти видео, которые мы сейчас в кусочке показывали, распространяли, что вот мы пересекли территорию России, теперь Россия будет свободной. Мол, вот как только в Казахстанской войне намекают, о которой вы говорили. Ну, во-первых, такого рода структуры, с такого рода названиями существует, главным образом, в интернете, может быть, несколько десятков. И какая из них, когда появилась, с кем слилась и кем возглавляется, это даже неинтересно разбирать. Потому что, в общем-то, это маргиналы, скажем прямо. Второй тезис. Никакой территории, конечно, они под контроль не возьмут, потому что их совнуты, да, совнуты довольно быстро. Для того, чтобы отрезать кусок Белгородской области и там построить какую-то Локотскую республику, ну, надо иметь гораздо более мощные вооруженные силы, скажем так. Это чисто... Они уйдут. Совершенно понятно, что они уйдут назад на территорию Украины, где растворятся там. И потом будут это раскручивать в информационном пространстве. Только и всего. Но удар в информационном пространстве, в символическом пространстве, называйте, как угодно, нанесен серьезный. А раз он нанесен, то зачем удерживать эту территорию? То там население будет этих новых людей поддерживать, что ли? Нет. Население... Кстати говоря, социологические замеры показывают, что как раз в Белгородской, там, Курской областях уровень поддержки Путина, вместо того, чтобы падать, растет. Потому что люди... Вот тут они действительно вдруг осознали, как им кажется, что реальная натовская агрессия. Придут и заберут их замечательный дом под шифером в три окошка и картофельные посевы. Отберут и будут... Нато будет там эту картошку снимать, которую они посадили. Я тоже хотела с вами это обсудить. Мы знаем, что жители Белгородской области призвали уезжать и просят пока не возвращаться, пока идет контртеррористическая, так называемая контртеррористическая операция. Но мы вот обсуждали с коллегами, что понятно, что люди, которые войну поддерживают, они скажут, вот, да, НАТО напали, вы как раз только что это сказали. При этом есть ощущение, что, возможно, россияне, которые занимали антивоенную позицию, когда война придет на их земли, эту позицию изменят. Возможно ли такое? Вы знаете, нет. Общественное мнение так устроено, такая консервативная и, в общем, малоприятная субстанция, так называемое общественное мнение, что оно крайне не любит менять точку зрения. И для того, чтобы поменять, нужно пережить очень болезненный, даже мучительный процесс, который называется, там, разрыв шаблона или когнитивный диссонанс, когда у тебя одна была картинка, и тебе было все понятно, кто враги человечеству, откуда исходят угрозы мира, и всегда эти позиции исходят из того, что я-то хороший, и те, кого я знаю, хорошие. А вот чужие, они опасны. Они несут угрозу мне и вообще благосостояние. И вообще хорошо бы всю Америку взорвать к черту и матери, потому что воюем-то мы с Америкой, понятное дело. Этот самый русский добровольческий корпус в глазах такого рода людей, ну, конечно, агент в замке. И довольно трудно их будет убедить в чем-то обратном. Поэтому надежда на то, что каким-то образом будут винить Путина, коснутся только тех, кто и так уже винил. Но тем не менее, даже вот эта информационная атака, Дмитрий, она же все равно идет, и она как-то воздействует. Люди все читают, телеграмм, даже те, которые поддерживают войну. Не изменит ли это их вот такую, даже мы вчера говорили много о безразличии, об ощущении того, что война где-то далеко, что война нас не касается. Хотя бы вот на таком, на бытовом уровне не изменит ли это настроение? На бытовом уровне это будет общественное мнение, как мне кажется, скорее в краткосрочной перспективе мобилизовывать в пользу Путина. В долгосрочном плане, так или иначе, население не будет утомляться от однообразия, и население будет требовать побед. Вот именно поэтому им важно было хотя бы виртуально символическую победу в Бахмуте. Там никакого тактического прорыва, никакого стратегического перевеса или кто-то пригожен не добиться. Но он добился символической победы. А это вот в этих условиях супер, гипер и мега значимо. Потому что если ты просто стоишь месяцами друг против друга, теряешь людей, люди погибают, ничего лучше не становится, немножко становится хуже, потому что работают санкции и так далее, то накапливается то, что можно назвать разочарование. Это вот то, о чем я обычно говорю, когда называют это второй фазой. Вторая фаза усталость, отстранение. Третья фаза поиск виноватых. Конечно, их найдут. И вопрос, кто будет виноватым. То есть в интересах Путина сделать виноватыми пятую колонну, Запад, еще кого-то. И он должен будет это делать, потому что иначе сделают виноватым его. И вот эти самые зетопатриоты, они, собственно говоря, к этому уже немножко отклоняются. Так что мой ответ следующий. Долгосрочная перспектива. Отсутствие побед приводит к раздражению и ослабляет режим Путина. В краткосрочной перспективе вот такого рода акции скорее усиливают имидж Путина, который отец родной, батюшка, защитник. И если не он, то кто? Вот так вот. Все работает на Путина, даже от таких событий. Спасибо. Все зависит от продолжительности процесса. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Орешкин. Да, политолог Дмитрий Орешкин. Посуждали события, только что произошедшие в Белгороде.